Утром здесь, слава Богу! Сердечно вас благодарим, молодец! Спасибо, Господи! Дай Бог, мы вас помним, любим, но редко бываем, потому что будем уж потерять. Вы часто проезжаете мимо, здесь всего только заберут-то, 16 километров, а потом же побежать, а теперь надо. Запомним дорогу теперь, а то вы еле не нашли. Заезжайте всегда. Спасибо, Господи, Вас. Благодарим. Геннадий Тихонович, он нам скажет, какой-нибудь получил? Ну, Дыка просит поучения сказать. Ну, я же думаю. Ну, Мартон, тогда за столом. Можно, говорит, надо за столом сказать. Ну, ладно. Сейчас это крест, задут им, надо сказать. Погоди, а за обучающиеся, мы все фотографии делаем. Я, Дыка, говорил в фронтовой, примерно на 3 тысячи, на 4 тысячи даже не дели, щекает, но в храме и епископах. А потом сказал, хватит, а дам молодым. И вот нынче только в Тбилиси, говорю, проповедь, в Москве, около храма Христа, или в Лиссабоне. А уже в России, тут уж по-вашему, это... Маленький. Да. Там приезжал, скажу маленькое слово, Михаил Масленников, а он снимает в алтаре, при патриархе. Ну, и кто-то из священников сказал, ну, чего вы тут служба? Патриарх Алексей Первый, тогда был, потому что сказал, не делайте этого. Пусть все снимают, это наша история. Видите, какие слова? И они теперь действительно оказались историей. Молиться везде можно, это не помешает нам. Да. Он поставил тракторенок на край ямы. Это тот парнишка-то в 9-м пассиве. Ватюшка обед ждет. Идем, идем. Набрасывает землю. Ну, и он набросал, и пап, все, отъезжай. А он как подъехал, тракторенок поставил на первый сход. Зажигание террас, он как дернулся из ямы. Ну, вон, на три года его как бы запрещение. Там не знаю, надо будет какой-то шок. Отскок уже прошло? Три? Отдельно дети. Ну, сладыка-благословитель. А, пройдите вперед. Летим. Продукты. Ну, дети, как вы тут? Накрылись стол? О, какой богатый. Стефан, иди за мной. О, все. Все, почитайте молитву. Почитайте. Давайте дети, где они? Все, почитай. Считай, очень. О, все. О, все, наше. Лежи на беседе. Да сидите, ариене. Да будет дядь от твоей. Да будет воля твоя. Да, как на беседе. На земле. Лег на отец, снег даться вниз. И оставай нам долги наших. О, кожу мою, оставляю вам, должником нашим. И веди на свои искушения. Моя Павлина, свят ли клава. Слава Цвей, свят ли клава. Слава Цвей, свят ли клава. Мене, пресни, в веки веков. Аминь. Господи, поминя, Господи, Господи. Владыка, благослови. В Христе, Боже, Боже, слави яси и питье, Ром, пресни, свят ли клава. и не пресни, во веки веков. Аминь. Ну, приятного аппетита вам. Спасибо. Слава Богу. Сима здоровья. Говори. Спасибо. А все, ребята, на праздник. Да, все, доброе. Потеряете, тоже, место сверки, прошла ли трубе, а затем убился. А, ну что, умолимся здесь за стол? Да. Где же, где, отцовка нет, подожди. А, где они? Их никого еще нет. А он, не закрыл, Андрей, нет? Андрей, ты не закрыл их? ну что, поторопись, скажи, ждем. Ну, что, снижативно. А, вы, 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 снижативно. Они пошли по международному. Они пошли по международному. Очень важно. Ну, готовы, готовы они остались. Там, ну, по области. Там, что-то у них готовят. Опасно, что, по храму они там, по костях. Матушка боится. свежая, Да, вот в романах, буквально вот 2 часа. А что там в романах? Ну, какая-то тысяча, не больше. Ну, там же не сто тысяча. Это было, да, было в одном стране, три тысячи, они готовились. Ну, все подумают, что они будут. Ну, там, там, ломаются сейфы, или, вот эти, такие шкафы, шарик, и собирается, иногда, если есть середряные клетки. И вот, восьминажон. Теперь, это иностранение. Картошка тоже, вы посчитаете, ваша? Ну, смотри, ну, уже оставили, оставили. Ставят картошку. А, а, здесь совершенно весновато. Ну, давай. Ну, Наши жизни на небесе, да, святится имя Твое, да, ты, и Царствие Твое, да, будет воле Твое, як он на небесе, и на земли. Греб наш, да, сучный, да, он есть. Не оставит нам, другие наши, я Боже, и мы оставляем, долг его наши. Аминь. Аминь. Боже, я священничь, Вадыков, благослови, и ястия, и питья, рабом Твое, мяко свят, и си всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Слава всему главе – твое, и священничь. И священничьим. Продолжение следует... 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 Это не один и не два, а шесть. Шесть раз надо было открыть камерную дверь. И он говорит, моя родина больна, и я знаю чем. Это корысть и трусость. Трусость и корысть. И трижды больна моя родная православная церковь. Это говорил человек с полным пониманием. Об этом говорил Харизосон, библиотский митрополит. Не нами это сказано. Святые отцы постоянно говорили об этом. Корысть и трусость. Кого она не захватила, кого не поразила. Корысть это выгода. Пусть небольшое расположение начальствующего, жены, детей, место не потерять. Вообрази, сейчас тебе звонок. В Завьялово больше ты не приезжаешь. Крест тебе снят, грязь и нет. Возьмешь мою одежду и пойдешь в Роби. А вот теперь тебе задание. Иди в соседнее село, а то внизу и там все. Начинать с нуля или на сейвер. Что? Бедно для нас. А сектанты-то во время перестройки это и сделали. Из-за рубежа приехали. Ничего не имеют. И пошли вагоны и пароходы. Я не могу никак исключить слова патриарха Кирилла, когда проехал он по Востоку. Вернулся. Восток потерян. Состояние церкви. Огромные тире и духовные развалины. Я беседую со священниками. Ну, по милости Божьей, около 500 городов и районных центров здесь, от Тихого океана до Атлантики. Нынче были в Лиссабоне. Всех государств и Европы. И скажу, состояние везде одинаковое. В Греции меня в Афинах нынче спросили, как вы находите наше состояние. Мы были в Солониках. И везде. Индиферентность, безразличие, сытая жизнь. И ничего не нужно. Подвиг совершать некому. Можно будет вечности радоваться и ликовать. Можно будет вечно мучиться, но пострадать за Христа только в этой жизни. И вот прикинь себе в уме. С нуля начать. Тебе надо начать сегодня. На север тебя отправили. А то этим ты занимаешься так называемые свидетели Игулы. Что вы будете делать? Да ведь полным огородным будешь стоять. Ты ничего не скажешь. Храм. Захромали. Храм, храм, 200 храмов в Москве. Они никому не нужны, они пустые. Сейчас сражаются за это место. Тут детская площадка. Люди против бунтуют. Совершенно неправильный подход к разрешению. Я не люблю это слово. Но ради слушателей скажу проблем. Говорю и плюю на это слово. Есть это слово замена ему. Неразрешенные вопросы. И они решаются только в Духе Святом. А вы знаете как? Я знаю. А кто вам сказал? Бог сказал. Вы много на себя берете. Я как бы диалог веду. И ничего не беру. Господь говорит. Взывайте. Я отвечу. Вы еще не имеете связи прямой с Богом. Мне говорят. Вот такой, такой. Там правитель, Путин. Прочее. Я ничего не оспариваю. Я только скажу одно. Я молюсь за него каждый день. Около семи раз. И молитва идет легко. Я знаю, когда молитва идет тяжело. И бывает не идет совершенно молитва. Я стою как скованный. Молиться. Я знаю, надо. Я с трудом произношу это имя. За него у меня легко молиться. Я молюсь за Горбачева. За Стеллилова Германа. За Александра Невзорова. Которым указ не беседовать. И по любому вопросу есть ответ. Как в Духе Святом. И избегнуть трусости и корысти мало кому удается. Это прелюдия еще. Конкретно. Конкретно так. Когда собирается кто-то где-то. То в конце бы руководитель должен поставить вопрос. Но вы еще сами без меня службу не могли совершить. Владыка это может спросить. Ты батюшка с какой целью ты нас призвал? Это очень удобный момент. У нас выпивки на столах нет. Все трезвые. Поели нормально. Помолились вместе. Мы радовались искренне. Ну а главная цель твоя какая? Разделили радость и все. Сели по коням. По колесницам мы домой. А вот тут решить вопросы которые нерешенные. У нас новый епископ. Я говорю у нас. Потому что мы все единого. Одному благословляемся. Был епископ Марсио. Теперь Сергий. Следующее. Это был Антонич. Я со всеми беседовал. Близко знаю. Самый доступный. Я бы все. Епископа Сергий. Это не знаю. Самый доступный был Антоний. Очень авантюрный характер у него. Там у украинцев. Там митрополитом был. Потом опять в архимагриты. И потом опять поставили. 41 год ушел из жизни. Он приходил домой. Мы обедали. С ним в машине ездили. Где-то. И он это понимал. У меня нет ни одного миссионера. В всей епархии. Теперь новый епископ. Он вошел уже в готовое. Уже построено. А когда начинал. Там вообще ничего не было. Знамы о монастыре. Там какую-то комодушку отвели. Да и монастырь там название. Епископ Максим. Официально. Пытался. Если я не ошибаюсь. Может быть и старался. Создать рабочую группу. Чтобы мы встречались. И согласились. Была одна встреча у нас. И одна в епархии. Там Фессун был. Войтович. Этот отец Александр. Там батюшка знает. Еще два священника. Где-то. И следующее по Теряевке. День деревни. Батюшка приглашает. Телец заколот. И все здесь есть. Ответа нет. А почему? Мы же договорились. Не едут. Ну объясните. Почему не едут? Что-то мы неладно сделали. Неверный шаг. Ответа нет. Во-первых. Это так не делается. В одном стороннем порядке. Мы уже договорились. Нету и все. Ну и что? Раз надето и нету. Значит она не нужна была. Эта встреча. Я просто мирянин. Я чтец. Скажу, что встреча была очень нужна. И весьма полезная. Когда я был один раз дали слово сказать, а сейчас 10 минут я говорил в епархии. И был тогда секретарь Беляев, а отец Сергий. Я думаю, он живой. И он, это все на видео снято. И он говорит, под каждым словом, когда отец Тихонов я могу подписаться. Это секретарь все-таки. И батюшки, которых я называю. Почему встречи не продолжились? Это на разрешение вам, продолжателя, владыка. Как бы дело его. Дело-то неплохое было так. Прерывается в одностороннем порядке. Тогда я вспомнил. Когда вопрос шел о каноническом признании друг друга, что благодатные равны, которые не вошли за рубеж. Отдельно отделились, отдельные резекции. Уже вопрос о декларации Сергия, о куменизме, о неканонизации царского семейства не на первом месте стояли. На первом месте стояла непорядочность священников Росковской Патриархии. Они мгновенно меняют, не предупреждают. Я подтверждаю, что это так. В одностороннем порядке. У нас уже договор заключен. Раз, никого нет. Один из моментов. Владыки нет, Максим уехал. И вдруг Сергий Беляев, отец Сергий, звонит. Владыка хочет приобрести вашу книгу. Это 38 томов. За ценой не постоим. Когда можно заехать? Ну, когда? Послезавтра? Ну, вот уже вот и звука не ответа. Ну, хотя бы сказал Владыка, Максим перепугался. И вот тряхнули, не знаю, с Игнатьем. Один раз сядем, потеряем. Через месяц свет простыл его здесь. Сергий приехал к нам, готов к поживке. Тоже толкнуть тебя. Секретари, которые приезжали, все хотели вымели. Которые у нас были. Может быть, от случайности. Но слишком много случайностей-то. Я не решаю. Ну, нельзя так, в конце концов. Тем более, хорошее отношение и с патриархией у нас. Вот мы заезжали в русский дом, там, это журнал. Ну, везде хорошее отношение. Без объяснения причин. Ничего нет. Я не могу навелить. Все кончилось. Я приготовил книги, упаковал. Сказал бы так. Владыка, не желаю знать. Какой-то мусор даете нам или еще хоть. Ну, хоть плюнул бы. Ничего нет. Просто сгинул, его не было. Я другой раз думаю. Никого в парке нет. Просто муляшка будет. Нигде такого не было. Это надо выработать было годами через трусость. Вот такой епископат, такое священство. Я приглашаю на день деревни. Захожу в кровью администрацию. Приняли сразу. Хорошо, мы посмотрим. Захожу в Алтайскую правду, корреспонденты. Зашел в ПСБ, в прокуратуру, в Края суд. Где у меня знакомые? Городская администратура. Везде. Прихожу. Депархию. А у нас прием заявлений только в четверг с 8 до 10. Какие заявления? Я приглашение даю. Ну, приема нет. Но сегодня это пятница. Я до четверга не могу ждать. Тем более, воскресенье у нас торжество. Ничего не могу сделать. Я тогда начал выступать. Немедленно сейчас же сообщите владыке, что я пришел. Бежу за бегом. Секретарь выбежал. Прием заявлений всегда, в любой день. Это встреча с главным. Там назначено определенное время. Но того, чтобы в определенное время от и до принимать заявление, позвольте, я нигде не слыхал. Ни здесь, ни за границей. А это официально алтайская епархия. Со мной лично это было. Значит, пока наметка. А все это связано с трусостью. Если бы патриарх не боялся высшестоящей власти, бунта, мы многое ожидали от патриарха Кирилла. Боевитый дух. Исключительно умный человек, обладающий такими талантами. Ну, он сейчас начнет. Ничего не начнет. На одном месте все стоит. Храмы, 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 храмы. Я тогда говорю так. А вот если бы хоть один епископ-то пробудился, то хотя бы один духовно родился, как бы он сейчас возревновал об этом? Другие бы подвинул к этому. А я сделал, а меня сдвинут. А меня уберут. Я бесперспективно. Меня на покой почистят. Слова-то придумали гнилые какие. Самые негодные слова, если вы не знаете, я вам напомню сегодня. Это слово каноническая территория, воцерковление. Ничего хуже. Ничего. Зловония этих слов нет. Что значит воцерковление? Научиться свечки ставить. Есть только два варианта. Мертвый и живой. От смерти в жизнь. Так провозрастил Господь. Кто не родится свыше, он даже мотарство не проходит. Не может увидеть царствие Божие. Кто из архиереев духовно рожден, и когда пусть он зовет дату, как это произошло. Желаете слышать, я расскажу. Расскажу о себе. У меня это было, ну, самое большее пять минут. Полностью перевернутой жизни. Я встал, это не я, который становился на колени. Встреча со Христом меняет все. Никого не надо бояться. Ты думаешь, не боишься. Ну, прикинь, что у тебя отнимают, и на твоих глазах творят, что ты можешь прекратить. А ты не можешь, только думаешь. Зашли двадцать китайцев. Масилы, мы уже, мы устояли с автоматами. Двадцать, мы же, ты что сделаешь? Авраама обвиняют. Сарой торговал, как. Сказал ей, там хорошо, а ты будешь там, и нам будет хорошо. А за что он мог сделать? Звериный этот нрав египтян, он знал. Я ее не спасу. И погублю себя, поэтому. Да будет воля Божия. Бог как сделал? И Сара нетронутая оказалась, и рождается именно от него, не от фараона. Да еще и агарь получил придачу. Да еще и дары получил. Никого не бойся. В Откровении, 22 глава, 17 стих написано так. Участь боязвимых в озере Огнину. Отцы, мужайтесь. Мысленно прихидывайте, вас мучают. Мучают, умерщая, ребенка на ваших глазах. Прославляйте мучеников. Это прекрасно. Мать Маковейска, 7 сыновей. Вторая книга Маковейска, 7 глава. И она каждого уговаривает, сын мой, отдай члены, которые ты получил, от Бога. Отдай, я встречу тебя со всеми членами рук, пальцев, все. И последнего, она посмеваясь, мучительно наставляет. Он думает, она его уговаривает. И все мученики. А считается, что и она мученица. Вместе с ними умирала 7 раз. Кто сегодня из матерей готов так сделать? Если ты будешь веровать в твое сыно или дочь, ну, я должна спасать. Никого мы не можем спасать. Мы спасаемся Иисусом Христом. Я теперь конкретно говорю об уникальности случая, что приехал к нам владыка. Я не обвиняю. У меня есть стихотворение, 9-куплетное стихотворение, у меня написано 3467. Притом все написаны, и нигде ни одной поправки нет. Просто с чистого листа как будто списал. Я считаю, мне их Бог дал. И одно есть такое, я обвиняю вас. И в конце, после конкуплета, я обвиняюсь. И в конце говорит, я обвиняю вас, святое слово Бога. Не я. Все думают, что я обвиняю слово Бога. Иисус Христос говорит в 12.48 в Евангелии от Ярной. Я не сужу вас. А мы же привыкли, он судья неподкупный. Не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Я это услышал 27 сентября 1962 года, когда я обратился. И я понял, угождать я никому не могу больше, чем Слово Божие. И Слово Божие не к себе подтягивать, а самому подтянуться и пасть перед ним. Сегодня, когда вот где-то беседуете, ну, у меня брат Партеерей, 35 лет уже, наверное, ему, ну, он строитель, его охерия отправлял строить, едет там с диаконом. Я говорю, дорогой, ты беседуете о чем-то? Беседуем о чем? Ну, о чем? Ну, говорят, какие доходы, за что? Сколько за Кристина, сколько за мертвецов? Ну, Бог даст, и на следующий месяц не хуже будет. Особенно перестройку-то. Ну, о Боге-то ты беседовал. У нас уникальный случай. К нам приезжает господин Иванников. Ныне он епископ. И епископ, это, конечно, большое звание, но не Бог. И тоже временный. И мы можем сказать ему. Я говорю, то, чем я живу, и это подтвердит любой, даже мой противник, а чего внутренность моя вся пылает огнем. Мои любимые пророки, пророк Михея, сын Иемлая и пророк Иеремия. Они всегда говорили, так говорит Господь. Хотя, говорят, ты скажи, как все говорят. Ну, как вся и партия, так и ты. Скажи. Как говорит весь Синод, ты так скажи. Жив Бог! Скажу то, что он скажет. Господь Бог. Бог и Его, что скажет. Марьиналис стоит. Бог и Его. И он им говорил. А Ахав, царь, говорил. Он обо мне хорошо не говорит. Это вот патриархия. Игнатия, она в книгах называется негативно. Ну и что? Негативно это не означает? Неверно. Вдруг не тот, кто говорит, мед дамажит, а кто правду в глаза скажет. Ты опровергни. Скажи, что это не так. Я говорю для того, чтобы мы были не такими, а стали, какие должны быть. Чтобы любой сектант, увидев, сказал, да, вот она истина. Мы однажды беседовали с одним человеком. У него отец тресвитер, сектанты. А у другого геакон, который герезиатический, у жены. И он стал православным. Теперь батюшка. Московской патриархии. Мы добивались полного погружения, как должно. Тогда был архитерский гедеон, потом интерполит Ставропольский станет. И наверх подняли бах. Там почти ветер надо было. Он там может даже стоял, сейчас не помню. Мне кажется, поднимали. И крестил отец Борис Теваваров. Он в Академгородке нынче. А сам этот, Василий, он пригласил знакомых своих протестантов-то. И которые протестанты были, две семьи у купеля обратились. Величину, красоту православие люди не знают. Попы и они нюхали православия даже его. Они думают, православие-то свежки, лишь бы кадила в руках ходила. Нет, другое здесь. Православие это самоотверженность. Это молитвенность во всякое время. Не бывает военный в прошлом. Так и священник не всегда в прошлом. Бывает и в настоящем. И днем, и ночью. Никогда не бояться обличительного слова, а искать его. Искать, кто тебя наставит. Вот конкретно. Я миссионер. Какой я миссионер? Даже тот, может, ко мне не расположен, как Андрей Кураев на весь мир объявил. Вы знаете, кто самый знаменитый, самый-самый в России. Никто не знает. Он называет меня. Еще до гонения на него. Олег Стеняев. Он был здесь. Андрей Кураев там приезжал. Называет меня необыкновенно продуктивным. Миссионер, из которого столько пришло сектантов, руководителей. или нынче только за зиму, сколько руководителей сектантов. Я никаким себя не считаю. Я никто. Но если Бог это сделал, значит, надо маленько посмотреть. Вы ошибки признаете? Да я на ошибках и живу. Если не так, значит, я говорю, это не свои ошибки, а ошибки, которые вторглись к нам в православие. Ошибки, трусости и корысти. И вы уверены, что это приносит плодом? Мне не надо. Я подниму руку и покажу. Вот она ухаживает. Вот она ее дочь. Вот она сидит дочь. Мать у нее баптистка. Бабка баптистка. А она дочь священнослужителя. Вторая сестра ее в Томске под вас Михаил. Это ее родная сестра. А мать Алектина обратилась, она из тектантов в моем доме. А муж у нее баптистка, сегодня шедет дьякон. То есть результаты делает Бог. И я поэтому всегда делаю основания, как бы апостол Павел 15 глава 1 Коринфянам говорит, положил. И другого основания никто не положит. Это вера во Христа, уверование, рождение свыше. И второе, второй пункт, это о чем говорил непрестанно Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. Это быть движимым Духом Божиим. Никого не бояться. Я проповедую, говорю, в каждую билететеку дарю свои книги. 20 тысяч 100 рублей. За два только года у меня минимальная пенсия. Мне не давали работать, только сторожа мог. Меня нигде не принимали. Я на самом низу социальной лестницы должен был быть. Хотя профессиональные, строители. Но в свободные дни я делал печь, я был с деньгами. И я думал, как же будет дальше-то. Ждал от перестройки, когда началась здесь, что-то было. Православие не сдвинулось, ни грамма. Ну а что можно сделать сегодня? Программа есть, такая есть. Я ее написал патриарху Кириллу. А в каком виде? Ну у меня все на сайте, на форуме это стоит. И ответ был, ответа не было. Ответ был от Путина, от Медведева, от тех, кому я послал свои книги, которые находятся в библиотеке Ленина, исторической, парламентской в России, в Москве. Здесь ничего не было. А почему? Привыще, пренебрежение народу. За подарок обычно головой хотя бы кивает ни слова. Хотя бы одно слово. А ведь я какие книги дал? Книги, которых 2000 лет люди ждали. Это полное толкование Нового Завета по всем святым отцам. Полное, с откровением, в трех томах. Они находятся в королевских библиотеках, в Америке, в Дании, ну в разных государствах, я называю. Нынче мы прошли Скандинавию, Прибалки, мы дошли до Лиссабона. 1600 километров только Турсии прошли. Это самое сильное нынче благосвидетельство в Турции. Это мусульманская, глубоко мусульманская страна. Я не вложусь даже сказать, что вы видели. Мне важно вот здесь, сейчас. Вы где-нибудь, Владыка Сергеев, поднимите этот вопрос обо мне. Я требую суда. Апостол Павел говорит, почитаю себя счастливым, когда стоял перед Агриппой, что могу защищаться. Меня этого счастья лишают. Заочно клевещут. Ну книгам-то уже 14 лет, можно одуматься. 14-то лет можно было в каждой епархии по одной книге дайте у вас эндорские одежды и скажите, вот неправильно, вот неправославно. Я отвечать хочу. Ничего нет? Вот вызывают священника. Я конкретно буду называть. Отец Иоанн Суворов в город Тула. Я приезжаю в библиотеку сдать книги, но библиотекаря нет. Но самое большое несчастье, что она прихожанка оказалась. Она приходила, я говорю, это самые книги. Вы тогда посмотрите, а в понедельник мы уже уезжаем по району. А она сразу батюшке, батюшка, здесь привезли такие книги. Никуда. Освещение какое отношение имеет в Мирской библиотеке? Никакого. Везде нос суют попы. Освещают танки, освещают... Вам отрубят руки и ноги. В Чечне первый указ первым делом расстрелять попов, а потом уже офицеров. Самая большая плата за них. Это главные вдохновители кровожадности сегодня. Это понимают во всем мире и на Украине и везде. А до нас это не доходит. Так, взяли они. Он приходит через неделю отец Иоанн, а мы отдали книги в епархию. В епархию? А зачем? Ну, сказали, это цензор. На какое отношение цензор имеет? Это антиконституционный шаг, преступный шаг. Вы никого в отношении не имеете. Там и Гарри Позар, там Ленин, Сталин, там все библиотеки есть. Это мирская библиотека. Ты смотри за своей библиотекой. Смотри за этой голубизной. Кто вами руководит? Он в епархию они не отдают. Он говорит, вы имеете маленько, я хотел бы. Книги это не мои, мне уже выдавать каждый экземпляр полный 20 тысяч 100 рублей. Повторяю, на 7 миллионов 150 тысяч мы подарили за два года только. 90% книг, которые я сам создал, я бесплатно отдаю. Отдаю. Это священники давнейшние. знаете, когда были здесь суперкарльное собрание у вас или что-то, мы 125 комплектов подарили только сразу. Целую акцию разработали. А ведь дело-то не шутейное. Они не отдают, наконец вызывают. Так, мы все проверили. Он говорит, ну и что? Знаешь, ты не помогай этому Лаптеву. Я Лапкин, не Лапкин. Он не может назвать даже. Не читали. Он построил колокольню, храм новый. Он такой на почете этот священник. Но здесь сразу стал вопрос, быть тебе священником или не быть. Дай слово, что Лапкину помогать не будешь с книгами. Но вы определенно скажите, так тебе непонятно. Вот где тоталитарный режим. И он дает слово. Но я не давал слова, что я принимать вас не буду. Как странникам я обязан дать оттепить. Он не принимает. Но они сломили. Какую боль они ему нанесли. И дали они ему какой-то ответ. Не дали. Нигде, ни разу. Кемеровская епархия. Кемеровская. Она там арестар. Я знаю, там он или нет. Узнали, что мы там были. Я дарю храмы во все Белова. Там вышел у нас здесь Гутович, Петр. Ему всем стало известно. А не попов сразу по всем. Но действует все-таки не на храпом. Понимает. Могут по шапке дать. У вас говорят Лапкин был? Ну был. Книги где-то вот стоят. А как их считают? Он исследует библиотеки мирской. Ну как? Книг половина нет? Они сразу разбираются. Знаете, мы должны их проверить. А почему должны проверить? Это наши библиотицы. Да нет, нет, я ничего. Сразу ретировался. У нас эта прихожанка пропала дело. Знаете, большую пользу они принесут в семинарии. У нас семинария для семинаристов это незаменимая книга. Лжет. Они заблокировали и сфотографировали и выставили в интернет. И дальше с арестарковой подписью у меня документ. Я доставил это очень быстро. Хоть одно слово они оправдали, не оправдали. Повторяю, я 53 года христианин, 53 года так поступают. В то же время признают не через кого в России столько инстинкантов не пришло. А в то же время гновят. Ну укажите где я неправильно делал. Нет, ничего нет. У меня детский лагерь. Детский лагерь 43, два года уже, 42. Я сам должен организовать, построить постельные принадлежности, кормить детей, что мы вешаем объявление. Я сам должен давать себе рекламу, что детский лагерь открывается. Что делать вместо епархии? Она посылает священников любыми путями все объявления сорвать. Они посылают семеновистов от таких вот желторотых. И они идут и срывают, а где не могут крепко приклеено, им дали фломастер. Он пишет ересь, лагерь ересь. Захватили охотно такого, а захватил то здоровый как игром. Я тебе сейчас в объявление лбом стукну, и ты сразу перейдешь через пятый курс. Зачем ты это делаешь? Какая ересь? Тебе это надо? Лгут. И лгут беспросветно. Нет места, где бы они со мной не соприкасались и где бы не лгали. Вообще нет такого места. Как будто самое лживое собирается именно в священнической среде. Ну какая ересь? Я детьми занимаюсь. Понимаешь, детьми, тысячи детей, тем лагерем комплексным, бабушки и дедушки могут находиться. Притом могут два лагеря нет какой приготовления. Подъем в пять утра. Они работают и каждый день утром Евангелие, чтение, храмовое служение. Все. Они не могут. А могут они не преследовать? Не могут. Я принимаю это как великую награду, но должен предупредить. У Бога другой счет. Нам приходилось не рассудиться. Они были разгромлены в древесии. Все. У меня нет процесса пока ни ясно дело, что трудов Библии святых отцов нет. Почему никто не додумался для народа их сделать доступными? Я начинаю насчитывать на пленке Библия. 12 томов Златоуса. И не просто читать, а начитать, чтобы слушалось, принималось. 12 томов Дмитрия Ростовского Жития Святых, 5 томов Добротолю, 50 книг я читаю. И дальше распространяю сотнями заполнил весь влагерь посадили. Что попы? Они преследовали, изымали пленки и сдавали уполномоченному. А где данные? Ну, данные где Барнамуле, Красноярск, Костриков, я могу называть священников, которые делали. Меня судят, это мой суд, с властью, свидетеля поступает священник. Но перед этим его вызывали, он пишет, Игнатий ждет мессию с запада. А попеть надо, а попеть надо. Я отец Михаил Скачков был такой. Я его жду грядущего на облаках небесных сил и славы великой. А он тогда на суде, а я этого не говорил, судя, он говорит, позвольте, вот ваша подпись и все за мной. А что дальше? А еще я быстро шагнул и заперил, подошел к нему отец Михаилу, благословите, я вас прощаю. Он благословил, как охранники кинулись, дальше, как они говорили, надо же так, все ему сказал, в то же время благословился и опять друзья. А это что? Это то, что нам заповедано Господом. Скажи правду и не держи на сердце. Я называю вам фамилии. Дальше наступает другая эпоха. У меня сайт, сайт, который просто не имеет равных мировой сети, не имеет. Там беседы, личный аудио с Александром Менем, все книги начитанные, там чего только нету, и написанные книги, все есть там. Я с него выход сразу на форум. Это 1570 тем. Вы понимаете, 1570 тем, если в каждой теме еще на десяток листов ВКонтакте работает. Священники что делают? Так, ты, мой прихожанин, так, ты, 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 три человека, жмите сейчас. Заблокируют, там плохое. Они жмут, блокируют. Две недели я не могу, не могу открыть. Проходит две недели, она автоматика снимает. Они снова опять дают указания своим заблокировать. А плохое, что-то есть ВКонтакте, люди задают вопросы, я отвечаю, заблокировать, mail.ru заблокировать, но система разблокирует хотя бы через месяц, потому что обвинения в мой адрес нигде нет. Ни антигосударственного, никаких высказываний против власти, ничего нигде нет. Это все делает священник. Вот вы в своей среде когда-то поднимите вопрос обо мне, потому что это уникальный случай. Нет у меня ни одного шага, где бы они не противодействовали. Деревня строится, я десятки раз, до полца раз был в краевой администрации, прокуратуре, пока получили землю, что священники знают это, знают. Какая реакция? А что у вас здесь потеряю? Да послать туда сжечь ее до основания и все. ее романах. Понимаете? Если бы я вам говорил о каком-то другом человеке, вы бы сказали, да мало ли что, это все на мне. Мне за это награда, потому что это клевета. Мы собрались сегодня, вы это выслушали, мы можем это взбедать с места? Можем. Мы миссионерствуем, ездим. Что делают священники? По примеру, конкретно, мы приезжаем Коробейникова. Вам известно. Считает себя крупом духовной жизни. А там мертвое болото. На всю деревню мы нашли только, кажется, два Евангелия. И мы раздали, подарили 450 новых заветов. И в это время роман выходит, а все заснято. Игнатий Тихонович, только уезжайте поскорее. Я говорю, Гадаринские просили, когда свиньи утонули. Я у вас свиней не топил. Уезжайте поскорее. И что его вызвали, наказали за климету. Я знаю вы то. Он перед народом. Как-то все заснято. Нет, конечно. Его епископом ставят. Патриархия обречена. Ей никогда не встать. До кори не вычистите обгиваю конюшни. Приезжаем Ребриха. Село Ребриха. Ну, батюшка, как вы сделаете так. Сначала к батюшке, там отец Олег. Мы пришли, благословились, побеседовали. Мы говорим, через неделю мы расклеиваем сейчас объявление. И тогда с клубом мы договорились, Дом культуры договорились, что там официально с администрацией. И вдруг звонит отец Олег за несколько часов до нашего появления. А вам приезжать не надо. А почему? Но наш благочинный отец Александр в Павловске, он сказал, этого не надо делать. Какое он отношение имеет здесь? Мы с вами договорились. Да и договорились как? Просто уведомили. Благословились. Теперь он бросает все силы, чтобы не дать нам там свидетельствовать о Христе. Что он делает? Он дает сразу объявление, это иеговисты. А с ними-то не дружба, сразу в прокуратуру, журналистам, это Мороз, он сразу звонит в Алтайский край, говорит, они зарегистрированы на русское православное церковь, от зарубежной церкви. И он отступил назад, он ничего не может делать. Приезжаем в Павловск, та же самая история. Где бы мы ни были, везде принимают, где нет попов. Где священники есть, лютые волки. Напоминаю, батюшки, когда Господь посылал учеников, говорит, посылаю, как овец среди волков. Считали такое? Кого он волками назвал? Иудеев, коммунистов, фашистов, масонов, все, которые против. Но 20-е глядяне апостолов собрал пресвятеров и епископов, Павел говорит, из вас, у вас там лютые волки, нещадящие стадо. Не волки, а лютые. А почему? Будут говорить превратно. Ну а можно ли изменить? Можно. Если вы начнете это делать. Вот что услышали, другим передайте. Передайте. Скажите, я услышал страшную вещь. И неужели священники не спасутся? Надежды на спасение почти никакой. Никакой. Я встречаюсь с священниками, вы знаете, Иоанн Златоуз говорит так, большая часть священников погибает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У вас шесть. Вот, шесть. Больше от четыре будете в аду. Больше, не половина. Иоанн Златоуст. Он мне, да что ты Златоуста приводишь? Кто он такой? Как это, кто такой? Великий святитель. Серафим Саровский молится. Ни день, ни два, три дня. И молится конкретная программа о русских архиереях и священниках. Вы знаете, где это? Третий том настольной книги священнослужителей, 601 страница. И через три дня Бог заговорил с ним. Как? Не знаю. Не написано. Но прямая речь. Бог сказал, не пощежу и не помилую. Господи, почему? Потому что вымыслами человеческими заменили истину Божью. По Серафиму вообще спасенных нету. Я когда сказал, он говорит, а что ты, Серафима, приводишь? Такой же, как я человек. Такой же, как я, наверное. Наверное, не такой все-таки. Что-то имел большее. Когда со службы его уводили, он сиял и светился ко солнцу. Так вот, я об этом сегодня хотел сказать. Как изменить обстановку? Начать работать. Я говорю вам, то, что для меня это не вредит, повторяю, не вредит. Со всеми у меня, с священниками, хорошее отношение. Не вредит. Вы сами пели сегодня, велика ваша награда на небесах, когда имя ваше пронесут как не угодно. Это награда. Но тому, кто делает, не награда. И изменить обстановку Бог не может без нашего влияния. Бог делает нашими руками, ходит нашими ногами. Бог, которому нет места, занимает место одной кровати. Посетили больного, посетили меня. Я гляжу, отцы, вы уже по ту сторону морфии выехали. Рано встали, они 4 часа сидели. Поздно легли. Давай, наливай. Простите, нашу... Так, я вас должен поблагодарить, отцы, что вы не упали с окна. Спасибо вам за замечание. Так, время хочет, чай, и может нам никогда больше не встречаться. Но знаете, что руки наши простерты к вам. Мы хотим быть вместе в Царстве Небесном, в этой чудной обители нашего Бога. У меня есть эпиграф один. Владыка, я не знаю, вам подсильный будет или нет, понести это. Салон 118, 164 стих. В 7-кратный день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот для наказания, болезни, Украина, Майдан, за все Бога нужно славить. Притом, 7 раз. А что такое один? Один, это у меня принято. Такой, это 3 святой и 100 поклонов. Часа полтора-два прошло, опять, и опять. И ты увидишь, у тебя жизнь пойдет совсем другая. Понимаешь, вот все начнет, как там вдруг меркнуть, не таким казаться, а потом подумаешь, я делаю только потому, что Бог сказал, в поте лица будешь есть хлеб твой. Не работать в поте, а еще пот и за стол сядешь. Ну, конечно, не упаришься, как Иван Андреевич Крылов. шесть блюд, да потом у меня дома еще стерляжья уха. Мы многое можем сделать. Вот вы приехали, смотрите, а тут 20 человек. Где вы 20 человек видели, чтобы 20 человек представляли какое-то большое общество или что-то? Это же совсем ничтожно. Вот у нас в школе шесть учеников. Семь. Семь. Где он там последний пошел? Семь. Семь. И три учителя. Меньше пятидесяти учеников школы закрываются на автобусе возят. Это что-то значит? Значит, у меня любимое выражение, когда Григорий Ефимович Распутин собирался в город, а ему говорят, ты там разворотишься, как Лев Палстой говорит, хочешь разворотиться, езжай в город. А он вот так поднимал, он говорил, а Бог? Вот, а Бог, это Бог делает. Самое малое, ничтожное, он в такую оправу Господь делает, что этот бриллиант будет блестеть. Мы желаем, чтобы всюду, везде звучало Слово Божие. И в прошлом году я дал программу, когда решила о группе этой, как нам работать. Миссионеров нету. Какие-то там раскапывают, камни находят. Это у вас, ваша епархия, Владика Сербито. Мы сказали, мы выезжаем на 27 мая, определенный район, вы машину свою берите, свои товары берите, мы берем, говорим, Новые Заветы, Евангелие, мы раздали около 30 тысяч. Тысяч. Мы сами приобретаем. Сами. И теперь мы выдаем вам опыт. С двух сторон в село, в Теоге, большое село, то на несколько машин, иногда на шести машинах. 46 человек поехало только. Дальше. Говорим минут по 15, но здесь одинаково. Всегда люди спрашивают, а куда? Мы и вы одинаково все приглашаем в Московскую Патриархию. Патриархию. Ночуем вместе или побросим. Заезжаем в село вместе, на три часа собрания людей, говорим, раздаем материалы. Согласны? Что не подходит? Я передаю опыт. Каждый день мы беседуем у костра, мы ночуем в лесополосах. Утром новый районный центр, мы созваниваемся на администрацию, везде полный договор. Мы делаем все законно, никакая статья Конституции не касается. Но дальше по 15 минут одинаково у нас только одно будет. Пока, заранее. Всех мы приглашаем в храмы Московской Патриархии или к местам архиереи, чтобы открыли храм. Это вы так говорите, и вас гонят. Так говорим, и они гонят. Объяснений пока никакого нет. Понимаем, что не они гонят. Я за того, говорит, ты гнев направь на того, кто сзади стоит. Ты не думал, что он сидит в крест, там сзади кто-то еще стоит. Так ты там по рогам, то звякни его. Это вы привыкли так, мужчина, женщина, душа. А за каждым кто-то показывает. Почему Макарик, когда видел, сатана идет, а куда идешь? Он говорит, да на литургию. Как? На литургии, Бавашин, без меня ни одной литургии нет. Настоятеля нет, стоит, говорит, вепер, дикий кабан с обрезанными ушами. Это же Де Святых за 9 января. Я ни одного слова вам не добавляю здесь. Это так, да так. Поэтому молитва о лукавом включена в центральную молитву. Почему? 16 глава 20 стих криминам. Павел говорит, и сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Ты ему только доверься. Я не знаю вас, я знаю, только вот отец Александр с ним встречались. Я знаю, те, которые встречались, говорили против нас, это никакого значения не имеет, на наше отношение, запомните, это не влияет. Ты на меня писал доносы, это не влияет. Я просто люблю тебя, как душу твою. Я знаю, это заставлял другой. И мои все, что у меня есть, товары, апартаменты, то есть доски на кровати, они для тебя также открыты. Вторая нара сверху, то есть кровать. Второй. Если мы здесь окажемся трусливыми и корыстными, вход закрыт уже сегодня будет. Когда людям рассказываешь, ну как, тогда разве это можно жить? Именно так и надо жить. Мы православные. У нас некомфортно с западных обывателей. У нас жизнь святых. Притом нигде так не прославляется, можно только у католиков, у православных, ну и исторических стопей, так скажем. Григорий Армян и Копты и Сердцы. Все. Основные это налью. У них идеология процветания, это Христос говорил, чтобы мы были в достатке. Ну то есть за Иосифа Волновского. К Нилу Сорскому не очень идут. А надо бы туда митра свои склонить. Иосиф Волновский, Иосиф. Он коммунизирован. Да, это церковный Сталин. Другого названия ему нет. А вы ему не молитесь никогда и не буду. Он зудел и зудел под боком у князя. Казнить надо. Он говорит, так мы же вновь зайти. Казнить надо, иначе Бог отнимет. Казнить добился стало и устроили здесь и отмерзну. Иосиф Волновский, самый жестокий какой был. Но это уже в прошлом, я ему просто говорю, не ступайте туда. Это тропа смерти. Нам дано веровать и страдать. Верующим в него. Дано не только веровать, но и страдать. Притом страдать с радостью. У меня есть один ролик. Я беседую в Азербайджане, в Баку, в доме Мулы. Я ходил в мечети, молился. Мулы беседуют. Вы посмотрите. А почему Данил Сысоев так не беседовал? Данила Сысоева был свой опыт. У меня другой опыт. Он тщательно разбирал то, что в их учении. Я тщательно разбираю то, что в моем учении. Я никогда не трогаю Коран. Хотя у меня один том, 750 страниц, посвященный Корану. Я весь Коран по сурам и аятам разбираю в сравнении с Библией. И все, что о них за 1300 лет сказали. Это энциклопедия сегодня понимают. А в евреях три туема по 750 страниц. Талмуд весь разбирается их. 12 тому. И разбирается все, что о них сказали за 3600 лет. А какое ваше отношение к евреям? Да, такое же, как к мусульманам. Бороться надо смертным боем. А оружие любовь. То есть смертный бой, то есть я должен умереть, но не выступить не веря истины. И рассказать им о Христе. Мусульмане лучше нас. Вы спросите своих прихожанок. У вас есть дети, ходят, причащаются, кто-то да. Кто сохранил действие на забрачной ночи? Какой процент? У мусульман 100 процентов. У нас это вообразить даже невозможно. Нельзя. Мы проехали пять мусульманских республик и три раза в Чечне были. Я говорю, о них немного знаю. Я говорю, на 4650 километров по Турции проехали. И что, принимают? Мало где так принимают. Мы еще на молитве, они нам уже дары несут. А как это может быть? Не знаю, Бог. Это Бог делает. Бог так делает. Когда пути человеку угодны Богу, Соломон говорит, то он и у врагов его примеряет с ним. Отец Александр, я правду говорю? Вам это очень хорошо понятно. Умница. Вот у меня здесь нынче познакомая появилась. Она плохо говорит освященник. Она не хорошо. Так. А одна женщина поселяется, потеряет. А кто она такая? Та, которая в суде была против меня. Которую попы настроили, через родителей налгала. И теперь при всем народе она пришла, заплакала, обняла, прощение попросила. А мы ее приготовили тут заросший дом был две недели. не просыхали. Вот как Бог делает. Это конкретно. Я просто могу похвалиться моим Господом с Богом так легко. Епископ то ли будет у нас с ним отношение или нет. У меня уже кое-какие слова к нему есть. Он говорит, я читаю книги. Книги получил и не дал отзыва в течение трех или четырех месяцев. Почему? Я конкретно к вам, владыка, говорю. Я, например, отзыв дал бы. Даже меня и на рецензии дают книги совершенно на ней христианские. Я даю рецензию и отвечаю. Вот это хорошее у них, но это не православное. Я ждал. Ждал. Я хотел сделать больший подарок, но так, думаю, книги, наверное, не считаются. А мне некогда. Вот слово некогда в моей жизни, а мне 76-й год я ни разу не сказал. Некогда это не наше. Бог так дал мне в жизни, что я должен все это сделать, что им назначено. И каждый день в удовлетворении сказать, Господи, сегодняшний день лучше вчерашнего. Сегодня такие дела были. Чудо. Я сегодня, определенно скажу, вчера, владыки не было, сегодня есть. А завтра определенно скажу, день лучше, каждый день лучше. А если не так? Если не так, говорит, не от ума говоришь. Это христианс прямо говорит. Ты найди в этом дне такое, которого никогда не было. И в этом должен увидеть милость Божия. Как он тебя любит. Я благодарю Бога, что семинарист бодрый. Но другие не совсем. Но однако же никто не упал. У православных великое преимущество перед другим. Он умеет спать, сидя и лежать. Семикратно в день прославляют. У нас у одного не заладилось. Я говорю, коров держишь, держишь. Сколько дойных? Девять коров. Каждой корове занеси охапку сена. Я знаю лекарства, как тебе вылечиться. И что? Ничего, как корове зашел, так на молитву семь минут. Каждой корове и у тебя жизнь будет другая. Жена вернется, дети будут с тобой. Все будет по-другому. Не будет делать. Умрет. Еще лишних 40 килограмм на живот наростит, но не будет. Я говорю, чужое сало на свои кости. На вес или хвалимся. Как нам не стыдно. Христианин какой должен быть? Тонкий, звонкий и прозрачный. Быстрый на ногу, как Асаил. У нас такие примеры оставлены, тем более у православных. А почему у вас Анфима Некомедийского? Потому что я в Синоде сделал запрос. Когда насчитывал житие святых, я нашел из всех за 2000 лет только один епископ всю общину возвел на небо. 32 тысячи. Анфим Некомедийский. То есть он в книгу рекордов Геннеса занесен обязательно должен быть. Наш лагерь называется в честь Климента Анкирского. А он почему? Я на два голоса говорю с вами. Потому что никто за всю жизнь столько не страдал, сколько он. 28 лет и 11 месяцев. И в тюрьме сидел, а мучили. У него, говорит, ни одной клетки своего тела не было. Его и на мечи насажили. Насквозь проходил. Это невозможно. И находясь дали свободу. Пришел, стал совершать литургию и убили в Алтале. В тюрьме не убили. Шесть правителей пережил. Ну, агафангел еще с ним был диаком. Это нам пример. Я сказал, лагерь должен быть в честь его. А почему? Потому что он был сирота, маленький, выброшенный. Его подобрала Иоанна София, мудрая женщина. А он, когда детей выбрасывали во время голода, подбирал и допавил, докармал, давал крещение. Климент. Климент Анкирский наш лагерь назвал. Его упоминал батюшка. То есть мы ну не так, что от вас любого спросили, как вас звали? Ну, в миру-то, которое монашество-то не приняли. Ну, вы видите, Ваня, Миша, Володя, Саша, Сережа. То есть на 10 пальцах можно вместить. А мужских-то имен 750. А как только монашество принимать, и трюх откуда-то Антоний выплыл. Маленько погодя, смотришь, Евтихий. А оба Антоний и Евтихий в межской жизни оба Ивана Мирбеля. Один позаковывайся, чтобы бабка с ног валилась. Мне нравится Алексей Первый, он не стал меня даже именем Алексей был. Ну, сейчас Алексей митрополита Московский, а теперь сейчас Алексей Божий Человек. И когда меня спрашивают, вот вы были бы патриархом, избрали там, студентом университета, вот, какая у вас программа? У меня даже на этой есть программа. Когда ставит епископ, он говорит, я не думал, не чаял, а скупья давно ушитое лежит у него и чемодан денег. Так что нужно? Я говорю, первым делом, я издал указка патриарха, вы тогда не спорьте, сидите. Прекратить строительство храма в Иществое. Раздать деньги, где брали в кредит. Прекратить все строительство. Если нужно, построиться, когда нужно. Это первый мой указ будет. А это абсолютно не нужно. Ну а потом... Ну а второе, в один день открыть примерно тысячу училищ. Тысячу. А где же учителей возьмут? Я уже договорился заранее. Я знаю, где взять, притом лучших учителей, каких даже сегодня в Академии нет. Я до этого работу уже проделал. Хотя патриарх, чтобы не готовиться. Я проигрываю варианты и смотрю. Но интересно все-таки, мы бы тоже хотели взять там учителей. Идите к баптистам в Союзном Совете Евангелих и Христиан-Баптистов. Скажите, нам нужно, чтобы научили людей любить Христа, любить Библию. Подпишитесь, чтобы православную догматику трогать нигде не будете. Вот два предмета я вам даю. Я спрашиваю, пойдете? Они говорят, пойдем. Они любят Бога. Они понимают, а троицы правильно, потому что они первые, кто вышли от православных. А одни, которые выходят, они их ошибки сохранили, баптистские, добавили своих, как адвентисты. От адвентистов, кто вышел на яговисты, они все ошибки сохранили, и добавились в бою. Но это такой закон был. А третье, чтобы вы сделали, ну, три третья тут собой просится уже. Надо искать место к вечеру, чтобы такое на мафии не убило. под землю где-то залезть. Они сразу будут преследовать. Вот смотрите, перед храмом, в храме, пусть рай отписали, и что придумали? Посадить. Вообще, я был перед храмом Христа Спасителя, и мы стояли, и везде руки поднимали и молились. Почему? Написано на всяком месте, мужи, не священники только, обязаны поднимать руки и молиться. Нас этого лишили даже. Мы молились об этом, чтобы Бог благословил правителей, патриарха, но когда их еще не судили, я говорил, самое последнее негодное, если их посадят, из них делают героев. А что нужно было делать? Конкретно собрать денег, купить огромный пудовый замок и повесить на храм Христа Спасителя. На три месяца. И чтобы молились перед храмом три месяца, день и ночь непрерывные, и патриарх с ними по возможности был, и епископы, чтобы слез было не меньше, чем в реке Москве. В сердце всего народа обратиться к церкви, ко Христу. Вы не понимаете, вы мертвые, мертводушные. Я вас называю бесталантными, священника, почему? Страх погубил все, тебе талант-то нельзя развивать. По таланту должен сказать, архивей тебя зашиворот. Да ладно, не буду, тут у меня жена и восемь детей. А ты бы сказал, как Бог даст, а Бог? И все, сдвинулось бы с места. А дальше, до коня осквернили, не они, а другие, это осквернили еще девять храмов. Все девять храмов закрыть, как оскверненные, так и дать печати. Храмы оскверненные, через три месяца будет освящение храма. Приходите. Три месяца будем плакать и молиться. За наши дела Бог подал. Вот оно, видение Богородицы. Новые Богородицы пришли в кавычках. Они нам освящают поднятыми ногами. Вы маленько-то поглядите на эту жизнь, встряхнитесь и своей поповской шкурке маленько выстаните голову. Смотришь, архиерея как одевает, как коня на войну готовит. Засупонивает, застегивает. Маленько, можно эту внешнюю хотя бы аббревиатуру-то сказать, ладно, ребята, я сам застегнусь. Мне полковник звонит, одевает, полковник. Скажите, вчера патриарха-то смотрел, он еще сам не умеет одеваться. Я говорю, не научили в детстве, поэтому приходится помощников иметь. А вот они зажаренную рыбу то семинаристы стараются. А ты бы сразу делал, как Павел, сербский патриарх. В одной резке перестиранной, стиранной, заплатанной, черного хода там где-то зашел и никаких больше нет, и труженик на клей расподвинулся, стал и стоит, читает. Я говорю о тем, кто с нами в каноническом общении был. Ну, вы знаете, что я говорю конкретно, о нем пишут. На все есть ответы, и ответы эти должны быть в любви Божией. Кого я обидел бы, если бы не посадили никого? Кого я обидел тем, что сказал, патриарх, мы просим тебя помолись с нами здесь. Поверьте, сердце народа всегда обращается к страдающим. И поэтому, что за них было, кто шел-то? Да я на пакость, они имени человеческом недостойные эти, которые там вытворяли, что попало? Они до этого, что вытворяли-то? Прятали куриц во влагалище выносили, совокуплялись открыто. И с этими людьми связываются, говорят, сохрани Бог. А они бы не покаялись, да они так не покаялись. Какое там покаяние? Что Андрей Кураев беседовал с ними, это его личная инициатива. Все вопросы решаются по Библии. Я в своих книгах отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, все абсолютно, работа, литература, искусство во свете Библии. Я отвечаю по 4 параметрам. Что говорит Святая Библия? Что говорят каноны церкви, это 7 поместных, 7 вселенских 9 поместных, святые отцы. Что говорит об этом житие святых, 1173 жития. И что говорят святые отцы? 300 томов-полиантов. На каждый вопрос вот это 4 я должен вложить. Вам эти книги то есть имена либо как нужны были бы. А вы за ними охотитесь. Один листик будете искать придет время. Ну а есть где-то, понимаю где-то, где люди наши близкие есть, которые через нас обратились люди, да? Вот я прихожу в Грузию. Приехали мы. И заходим во время ритургии. А священник обернулся и увидел еврей. Конечно, православный. Вот в моем доме обратился. Его один раз привезли. Через 2 часа вышел православный. Они привезли похвалить себя. Ну, баптистов был. Баптист пропадедник. Как это может быть? Никто этого не знает, и я не знаю. Это Бог делает. А что его тронуло? Несколько слов всего сказанных. И то, что он увидел, как я живу. У вас больше ничего нету. Как нет? Ну, разве это мало? Посмотри, у меня даже подушка есть, покрывало есть где. У меня все есть. Мы нищие на всех обогащаем. А через него сколько пришел? Вы слышали, Геннадий Пасты? Слышали? Магистр богословия. Какие книги его вышли? В моем доме нашел Христа. В моем доме Менонит, Немец. А как это может быть? Повторяю, не знаю. У меня рецепта нет. У меня есть один рецепт. Быть живым христианином. Чтобы человек увидел, он встретился с православным. И чтобы потом он мог сказать другим, оказывается, в православии не одна обрядность. Там много обрядностей мало Христа. Или настоящий Христос здесь есть. А через него пришли дальше классы. Это не немцы, которые он в этикизатовских красотделах ведет. Томск. Там Вихаил, Паст. Это все через него, которые пришли. А дальше через этих это целая цепочка идет. Отцы, вы немножко побыли здесь, услышали? Я не хочу, чтобы вы оказались среди тех, которые говорят неправду. Вас кто-то будет подбивать, гнать, что я не признаю мощи, то и прочее. Это неправда. Я за мощи. Я говорю, их надо все с честью, с песнопениями, с присутствием патриархам в почетном месте захоронить. То, что сказал Бог. В прах ты и в прах возвратишься. Ответ. А остальное все придумали люди. Когда в живых не нашли, давай искать в него. А он говорит, что ищете живого среди мертвых? Даже Христа искать не надо. И не надо никого бояться. Я вам сказал, Владыка мог бы обидеться. Я даже в мыслях не допускаю, чтобы он мог обидеться. А чего обижаться-то? Я за его душу вратую. У меня нет ни одного дня, Владыка, чтобы я ваше имя не поминал перед Богом. Желаю ответа. Чтобы так же когда-то вы могли сказать. Я посаживаю вас. Можно стараться. конкретно. Вот патриарх Кирилл будто бы, ну так говорят, говорит кто? Чаплин Севол. Даные указания, где присутствует Александр Глебович Невзоров, а тут выходить. И вот он появляется там, а попы уже сидят, развалились там разного комплекса. Он иногда выставляет таких, думаешь, как бы он не сделал то, чего делать нельзя. От натуги. И вот они соскакивают, и Чаплин один по одному. Что они делают? Я смотрю в интернете, да что они, да разве можно так? И стой, смотрю, это черные демоны, как побежали-то? Как они боятся святого Александра Глебовича? Да это легко было предположить. А наоборот, Александр Глебович зашел, а вы к нему, у меня в Москве сейчас спрашивают, священники. Ну а вы, что бы ему сказали? Я бы ему не стал ничего говорить. 30 роликов я его разобрал во свете Библии. Загудел интернет весь. 30 роликов разобрал Глеб, это, Низорова. Это человек талантливый. А что нужно сделать? А патриарху Кирилл, это я просто говорил, передадите потом ему, патриарху Кириллу, собрать лучших, самых речистых, ну есть такие, которые не мычат, как Севал, вот сейчас там. А чтобы знали Христа. И отправить их договориться с Низором. И сказать, Александр Глебович, вот вы выступаете с критикой, мы вот пришли по благословению его святейшества, выскажите нам все наши недостатки. Мы их запишем, заснимем, и потом в силуе разберем. Вы бы столько получили, а не нужное мы, конечно, не примем. Враги нам лучшие друзья, пословица говорит. Да разве можно его топтать, давить-то? Там у него дед, или кто, генерал КГБ был, сам в семинаре учился, у него опыт громаднейший, но его перевернуло все. Его спрашивают, да ты таким не был, ты что-то сатанелый такой, да он на Божью Матерь сделался, как бешеный пес сейчас. Вы его сделали, попы, такими. Он не такой был. Я ежедневно молюсь за него. Господи, не дай ему уйти из жизни без покаяния. Почему он на баптистов не нападает? На 50-тиков. Жертву он увидел, они бегут от него, а уж этого делать нельзя. Но у него есть там один монах размонашился, Баранов, Михаил, и они его прислали в Барнаулу и мне звонят, встречу, я отказался от встречи. Хотя обычно я никогда не отказываюсь. Почему? Я с отступниками не хочу знать. Ты монах? Вопрос нет. Ты монах? Я за то, чтобы люди монашества не принимали, жили по-монашески. Самое правильное было, я много говорю о разном, и у Лисоветы было, Марфа Мариинская, обед это где была. Она ухаживает за кем-то, а обеды не давали. Она полюбила там, вот тут матушка без ноги калистрат, я за ним ухаживал, он такой хороший, меня в деревне за... Бог тебя благословит, сестра Марфа, поезжай. Вот как надо было делать. Они так запечатали, он мучается, давится, а дальше монах на монахе женицы, что попало делают. Одну рогожку бояться как бы не разорвали. А ведь можно было по-другому сделать, и в любом вопросе. Вопроса такого нет. Вот задавайте мне вопрос, я вам скажу, и вы скажете, да как они его не видели? Один вопрос. Я сижу за столом, сеть митрополит, архиепископ, там, епископов несколько, задают вопросы, а вы, говорит, видели такой ответ? Они говорят, нет, ну правильно, правильно, ну почему? Я его вымолил у Бога. Я у Бога выпрашиваю каждый раз. И надо будет на молитве, я быстренько беру карандаш и записываю одну строчку, чтобы не забыть записать ее. Что Бог скажет? Вам непонятно так? Я вам маленький пример скажу. Одна из Италии, она выехала замуж там за итальянца, выросли дети неверующие, теперь ехать не ехать в Россию. И она узнала. Я слышал, а вам Бог отвечает на молитве. Ну, а вас не отвечают. Ну, мы даже не знаем, как это. Ехать в Россию или не ехать? Ну, помолитесь обо мне. Ну, хорошо. Я молюсь. Через день звонит. Я говорю, ответа нет. Неделя проходит, месяц опять звонит. Ответа нет. Только ответа нет. И ответ поступил. Я говорю, ответ пришел. И вот очень, я не вижу подкис Божий. Написано, Господь, Бог, мне не надо говорить. Ну, можно узнать, как это мы узнали? Да так. На молитве мне вдруг встречает Господь местописание. Я им пишу местописание Кристина Соломона такая. Возьми на бумажку и пойди к своему духовнику к батюшке. Вместе поразбирайте и что тебе, батюшка, твой духовник скажет, то и сделаешь. Годится? И теперь даже из протестантов мне пишут, а вы о нас так помолитесь, мы хотим знать-то. Понимаете, это живая связь с живым Богом. Вот вы еще не приехали, а я им все молюсь. Батюшка наш какой-то аморфинный такой, кажется, я называю, кисельный. Ему либо встретить, накормить, хорошие, он друг и брат всем. Каждой курице и каждому барану. Батюшке, положи Бог на сердце мысль, как бы нам поговорить с епископом Новым Сергеем, чтобы его не отправили в дальние литвы, как Максима. Я уже у Бога выпрашиваю, чтобы нам подольше побыть вместе. И может быть, этот архиерей проводится хотя бы один-то и будет думать, лежать, не досыпать и думать, вот если бы мне хоть один священник какой-то обратился, вот такой представительный, да мы бы мы с ним в гору свернули, а этот батюшка все же заерзла, можно услышать и думать, ну хоть бы один прихожанин был мертвящий, рожденный свыше, то мы бы такое сделали. Начинайте с сегодняшнего дня. Вот уже пробуждается душа. Этот, глаза уже загорелись. Понимаете? Бог любит нас и время кончается. Ты сейчас выйдешь, обними, отцы, заключаем с вами союз каждый день, молиться семикратно. И будем молиться о пробуждении России. Чтобы мозгами Путина, Медведева, Думы, руководил Дух Святой. Чтобы сдавались законы такие, чтобы не уничтожался русский народ. Чтобы люди проповедовали о Христе. Никто не мешал им. И чтобы с Украины поскорее закончили. Чтобы наш народ не гиб там. Я не разделяю ни Украину, ни Россию. Это один народ. Один. И тот, кто это стравливает, там, за кулисы и делает, они понесут свое. И не надо бы судить. Никогда не злоствовьте власти. Никак. Апостол Павел в заначке имел, наверное, не одно слово. Тот стена подбеленная, ты грязная, а подбелили тебя немного, залезали, и ты такой хороший. Начальника Божия поносишь. И Павел сразу задний ход. Нет, я не знал, что он начальник. Понимаете, он не стал оспарить. Действительно, это так. Я людям задаю вопрос. Вы хотите быть благословенными? Ну, а что? Ну, все в порядке у тебя. Ты довольный, растешь профессионально везде. Хочу быть. Два условия, только два. Выполнишь их, будешь благословен. Знаете, как человек всегда сказал 361 заповедь, как у евреев, тогда будет, а то одна. Первый, никогда, нигде не проклинать евреев. Вы знаете, где это написано, книга бытия, прославляющий, это проклинающий проклят будет, а благословляющий семя Авраама, Авраама будет благословен. А ты как евреев благословен. Господи, благослови этот народ Божий, чтобы они уверовали в тебя как Мессию и Бога, которого послал ты им. Обрати их. Пусть через каждую придет один, как у меня в доме евреев. Вопрос еврейский с повестки снят. Не надо едить Арни Сталина. Это сколько было бы священников у нас евреев? Я Александру не уговорил, а вот это гипотетически, может быть, евреев, патриархом, но он-то еврей был. Ну, препятствий экономических нет, но вряд ли. А мы должны допустить. Да, этот народ талантливый, талантливый на зло и на добро. Преимущество великое в том, что им верят на Слово Божие. Библию через них получили. Но и они первые получают наказание. Это Библия говорит. И второе, последнее благословение. А между ними может тысячу быть, что нужно делать? Последнее. Хорошо, запомните. Малахия, вторая глава. Последняя книга в Библии. Господь говорит, вы обкрадываете меня десятиной приношений. Десятина, вот я получаю пенсию, допустим, сто тысяч, десять тысяч, я должен отстегнуть священникам отдать. Да какуда? И вон поп и так такой. А за это ты ответишь. Тебе не надо рассуждать, а за закон. Я обязан отдать десятину. Десятину заработанного. Я печник. Я делаю печь, десятина туда идет. Я что-то еще сделал, пошел в дачу делать, я строитель. Десятина немедленно идет туда. Вы обрелуете. Никто не знает, я просто уже перед смертью скажу. Я услышал, первый день это. И внутренне решил, буду платить девять, десяти, девять. Девяностое заработали 100 рублей, идут на церковь. И 50 лет прожил в этом. И ни разу голодный не пал. Да к вам дают. Да дают. Дают, при том незнакомые. А кто дают? Дают мусульмане, дают евреи, дают православные, дают архиереи, все, когда узнают, что я нуждаюсь. Нынче ехать. Ну, у нас в среднем, наверное, 450 тысяч было на повеску. А пенсии, 5,5 тысяч. Перед отъездом, через неделю, до недели до отъезда, вдруг незнакомый человек, вы возьмете деньги? Какие? Я на вас перевожу, 200 тысяч. Мы едем в Лиссабонию, Португалию. Вот представьте, не знаем, где церковь, никого не знаем, Бог выводит. Сидят пенсионеры, разговаривали, с Телекон, один был, у старосты. Вышли на него, у них пристроенный праздник. Он на машину садится, 20 евро ему дали, он довез. Там узнали, что я, Игнатий Лапкин, а Игнатий в паспу у них был 2 года назад. Да он про меня рассказывал, я тут уже с запивкой, с просторами, меня сразу на проповедь. И один вышел в старост, он сразу так, кладите сюда. Это люди приехали. Пока я стоял, приветствовался, 250 евро уже в тарелке. Это первый раз. А Бог? И поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне. Мы проехали за 7,5 месяцев, за 3 года, летние месяцы, 117 тысяч километров. Ну, от находки Владивостока и до Лиссабона, наверное, что-то значит это. И нигде не были постромлены. Нигде. Ну, а где священники восставали, мы старались наиболее обильно дары им дать, ну, а дальше-то они за отвечают. Бесплатно дары. Мы нигде ничего не продаем. 90% книг изданных, но я назову бесплатно. Скажите, на какой машине едите? Так, у меня аппарат не работает. На газели. Я знаю про это. На какой машине ездили? Купили газель специально. Газелька. Грузовая. Грузопассажирская. Грузопассажирская. И нынче, интересно, она сломалась. И нас на эвакуаторах тащили по Швеции волоком на корабль в Клопеду. А тут уже заранее незнакомые люди заказали из Калининграда, потому что детали только там можно найти. Утащили туда, почти 100 тысяч обошлось с лишним. И оттуда выехали, и доехали до Нижнего Нового Города. И когда сказали, кто мы, сразу главный инженер, главный конструктор, все это вышли. Ну и бесплатно там подремонтировали, корреспондентов прислали. Незнакомые люди это все, мы должны эти выставлены. И ни о чем не заботься, думай только одно, не проспать бы ночью, встать на молитву. Главная забота у тебя. И не пропустить интимную встречу с любимым Господом. И эта жизнь как пройдет, говорит, как молва быстротечная. Ни дети, ни внуки, никто нас не придет там спасать. Один дивный наш Христос. Я повторяю, в мусульмане во всех вопросах лучше нас, но у них нет Христа. Сектанты лучше нас, но у них нет священства. Значит, нет литургии, нет таинства. Это у меня главные вопросы, через которые люди приходят. Где нет рукоположения, это где церковь. Сектанты, прямо не знаю, как недовольные. Вот один пишет, я нашел вот такой человек православный, и вдруг нашел, говорит, баптисты не церковь. Для того, противно мне сразу все стало. Я не могу сказать, что церковь там, где нет священства. Я даже священника спрашиваю, скажите, что самое ценное в православии? Глаза куда-то подведет в разбежку на 13 сантиметров. И не знает. Я говорю, священство самое ценное. Самое ценное. А что у вас и у нас должно быть? Сказать не могут. Каноны и толкование Библии. Все. Все остальное у всех есть. Каноны церковные. Все четко и ясно показано, чем мы даже делаем. И с нами за столом теперь будет и Златоуса, Василий Великий, и Григорий Нискин все. Мы богатейшие. Нас сравнивать и с кем нельзя. А мы сжались. Мы сектанты. Я сижу в епархии. Не епархии, это. У благощинного. Отец Николай Войтуич был такой. Александр отец. Так. Гоните их в шею. Да, да, гоните в шею. Ему спрашивают, пришли там эгористы, что делать? А вы что делаете? Пригласил. Угостил. Когда мы им все это рассказали, они у себя говорят, ты понимаешь, нет? Наша бабушка одна натолкнулась и приглашает на изучение Библии. Она не знала, кто. И он, говорит, ее выслушал, а потом в пух и прах разнес ее и пригласил к себе на занятия. Мы должны им показать на деле. А это, когда ты сам знаешь и любишь. Библия святая должна быть настольной книгой, а самим и пятым Евангелием. Ну что, батюшка, я доволен? Слава Богу. Спаси Господи. Спаси Христос. А вот книги-то я от вас не получал. А вы, батюшка, давали? Ну, я вам попонял. Когда было, я вам две дал. А, ну да. Вот вам выложили. Я хотел сказать... Вот вы говорили, что якобы-то вы посылали. Я объясню, что если вы здраво отнесетесь к книгам, здраво, и мне дадите слово, что они уничтожили их, на вашу бедность я им подарю даром. 20 тысяч что? Подарю, когда приеду в Барнолу, в октябре месяце. Прямо скомпоную все, принесу, и у меня уже три книги полностью кончились. Только для священников. Ну, представьте книгу. Симфония на житя святых составлена мной. По одному слову можно найти, какое житие, о чем говорится. Самая лучшая симфония на некомнической книге. Письмо православие книг. Я 40 лет собирал материал. Все о крещении. Тут знаете что? Вот вам сказать, с чего мне начать? Вот вы, допустим, вы молчите. Вы или боитесь, или не знаете, что задать. Ну, допустим, вы сказали, ну вот я понял. С чего мне надо начать изменить? Ну, самое первое. Я вас слышал доброе, что вы доступны. Продолжите эту практику. Чтобы к вам, пришедший, мог хотя бы в письменном виде, сейчас же немедленно продать бумагу, если вы уже заняты. Может быть, его надо принять. Второе. Симнаристы бриться, прекратить бриться. Вам никто не давал право, как корежить их область. Образ, который Бог им дал. Женоподобные лица не нужно. Они так будут... Ты бреешься? Чтобы никто не брился. Не трогай. Не имеешь права трогать. Ни один. А то нам, Владыка, запрещают. Вашим именем прикрываются. Не трогать бороду. Давид, когда полбороды отняли, он не отпустил в Иерусалим город проклятие Ерехон. Идите, живите, пока отрастет. Вот и мерили каждый день. Да вот это охота, а бороды-то нету. А сегодня в небесный Иерусалим идем и сами себя скоплим. Женоподобные лица. Почему протокопа Вакуум говорил, это блудодейная ересь? Блудодейная ересь. Это первое, что необходимо. Второе, ну я ваши дела и архиерейские, это маленько знаю. Хотелось сказать, вы строги будьте, но бойтесь допустить несправедливость. Священники, наказанные и архиереями, ко мне приходят и спрашивают, что же делать-то? Вот он то и доводит, вытворяет он со мной, то и другое отнимает, а у одного сгорел, ну вы знаете, как он уравнивает, изгорел храм и прочее. А то хии уже монахи. Они ко мне приходят. У меня ответ один. Владыка власть имеет, покорись. Невозможное, скажи, мне это не сделать. Ты не голодный, нет. Начинай учить. Храма нет, он меня отстраняет. Беды никакого он тебе не сделал. Меньше нагрешишь. У меня один знакомый закончил семинарию и говорит, Игнатий Теев, то есть мне сейчас в Академию идти или на приход? Я говорю, конечно в Академию. А почему? На 4 года позже будешь портить старушу. Ты подумай хорошенько и вызови его, и наедине расспроси. У меня есть один знакомый такой священник, которого вы потеряли уже. Отец Павел Ярмоненко с каменной обе. История его не поддается вмещению в мозге. К ней приехал бископ Максим. Он задает вопрос, он крестит, как попало, попы не учат. Ну как это вышло? Теперь хоть указание два дня мыкается там, пытается оглашение делать. У меня оглашение было 450 академических часов. Они все вместе не поймут, что я говорю. И вот, когда он приехал сюда, он сказал, а у них там благочинный гардиент, какоммунист. Коммунист? Бывший. И вот, когда поехал, стал говорить, гардиент, как-то так сказал, что он говорит, да нет, Владыка же сказал только в полное погружение. Вот как, я сейчас могу его неправильно назвать, кто на Аристах или в этом, в Томске, Томской епархии. Ростислав. 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 Он сказал, если я узнаю, кто крестит неполное погружение, путевку получите. Все, кончено. Это мне пишут оттуда, и я проверил действительно так. Поэтому умышленно лбы вот так мочить, портащить, это не крещение, это ничего нет, это обман. Вот. Поэтому он пошел, когда Павел, и ему там один Сонаров, ну этот, Армандо где, Сонаров, Александров, Никита зовут. Он дал магнитофончик ему, ну и запиши, задай вопрос, чтобы Владыка ответила, ты приедешь и покажешь гардиенку-то, отцу Николаю. Вот смотри, Владыка-то как говорит. Ну он когда был, там, вы видать, долго затянулось, он щелкнул такой, механический еще был. Так ты записывал. А он в этом вопросе был страшно гневливый. Я говорю, я его не боюсь. Я его, знаю, Максима. А ну-ка, с ними, я скоро не отдавай с него. А этот Павел, то он здоровый такой, он будет, кажется, такой нокаут послал бы. А тут же был, кажется, Сергей Тессон и Войтович, и они, давай ему, да не пройтись, да владыки, он с него снял крест серебряный, отобрал магнитофон, отобрал резку. Отобрал. Он после этого пришел и говорит, так это, я говорю, да тебя подставили, зачем тебе это надо было делать? Иди, владыки, попроси прощения. Он пошел, они не разговаривают даже. Напиши. Помогли ему составить, умно все это, в тонах там, каюсь, валяюсь, целую, все, что сделаю? Никак. Ну, проходит год, второй, ему разрешили в Алташ зайти. И вот, Валташ только зашел, как, забегали священники, поддают, что одеваются такие ласковые, раз архиерей благосклонны, то и они здесь забегали. Они же архиерейские халуи. Но вот архиерей завтра против, и они вас сразу вымели, и как будто никогда не знали. Вот этот лес, они вас также предадут, священники. Вы не смотрите на мое мнение, вы ищите справедливость. Я тоже человек могу обижать, могу ошибаться и ошибаться, обижаться. И теперь проходит еще, он пишет патриарху, ответа нет. Я пытаюсь ходатайствовать за него, перед прокурором края, генерал-ритенант Парасхунт. Каноническое правило запрещает обращаться в мирской суд. Если ограбил его и обращается в суд, он попадает под эпидемию и могут даже ссаду снять. Такого нигде нет, что директор завода снял что-то с рабочего, и нельзя было подать в суд. Я говорю, вы сделайте так, просто походатайствуйте. Скажите, вы хорошо знакомы с вами, вы прихороший епископ, ну верните ему вязку на 7 тысяч рублей, там у него взято. Он говорит, не могу, так и не согласился. И они его так и не приняли. И он ушел к Агафангелу. Совсем недавно. В Санкт-Петербурге. Когда? Он топтался, бился. Я не знаю, лет 5 он пытался пробиться, чтобы опять. У него 3 прихода было, все отняли. Иди куда хочешь, он наслажды на улицу. Он пошел работать таксистом, поработал, потом золотоискательскую партию, потом рыбаком. Он не пропадет с голоду. Ну, камень на оби. Павел Ермоленко. Не к Агафангелу, он к Тихону Лобскому. К Тихону? Да. Ну, значит, к Тихону. Он про Агафангел спрашивал. Изрубили. Ну, тут небольшая ошибка. Это все равно, это за пределами православной, московской патриархии. Мы бы были в московской патриархии, если бы не, 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 вот это вот. У нас очень большие претензии. Но мы бы были у Агафангела, у Михаила, мы тоже не можем. Мы не в первом условии признание без благодатисти московской патриархии, а мы на это никогда не пойдем. Понимаете как? Вам лучше всего нас сохранить в нашем статусе. В стиле пророка Михея и Еремии. Вы держите нас, и когда сильно запутаетесь, приезжайте и скажите, ну-ка, начисти мне бока. Скажи, что не надо. Это блюдо полностью засорилось, заржалело, почистить надо его. А ваши будем, вы сразу довольете, батюшки нет, у меня нет, а я кого, какой? Я и вообще никто. Я вообще не уязвимый. Мы уже, это самое, сегодня так очистились, что нам хочется уже бежать. Вы нас отпустите. А, Владыка, вы только мой теме. Визитка наша есть у вас? Нет. Нет? Нет. Сейчас я дам визитку. Так, у кого нет, еще дам минутку. Вы не подумайте, что визитка никакой роли не играет. Громадную роль. Здесь сайт, форум, наш YouTube, 1900 почти наших фильмов. Вы члены знаете? Так, Жор, найдем обязательно. И Mail.ru. У меня есть есть. Именно такая, это указание все здесь. Это новая составная визитка. Здесь есть такая. Это визитка исключительно богатая. Своди, кому-нибудь дам. Так. Кому я не дам. Сменаистка. Своим дадите. Кто приезжает? Все вами. Больше не тут? Ну, это наши. Вот пришел попозже, раньше даже пришел. Это мой крест. Главный агроном соседнего района. Я немножко его характеристику хочу сказать. Ему выделили о том время этот участок, не плодородный где-то на бугре, колхозный сад. И некоторые засомневались, там вообще не растет. Но когда узнали, что сископ Алексей, то один сказал, ему хоть на камни дай, он все равно вырастет. А что он растет-то теперь там? Ничего он сейчас. Сейчас ничего все заброшено. Это уже давно было. Рядом Кочино? Пока еще было. А сам был и плодоносил Соро. Очень даже. Очень. Я свидетель этому. Это мой крестик. Главный агроном. Так и правильно называют? Село Кочино. Извели эту царь-то, да? Нету его. Да, все. Ну, теперь, когда разваливаются, там все росло, абсолютно все. Это образцовый был сад в Алтайском крае. Вот образец. Земля необработанная, человек, матерщинник, наркоман. Начинай работать. Я напоминаю, когда я сидел в тюрьме, и не где-то, допустим, в Ташкенте, и мне говорят, мы вчера ночью вы молились, говорит, и 7 человек сзади вас на колени становились. Кого я не звал. Боже, мы тоже ставим на колени с вами. Это Бог делает. Вы не скорбите, что у нас вина нету? Не, мы радуемся. Слава Богу. Мы за вино. Мы сидим за столом, митрополит Виталий наливает мне вот такое вот вино какое-то такое темно-корючевое. Я говорю, я не пью, выпейте. Я не пью. А у вас идет сбалва, что вы вино считаете грехом. А это уже под ересь попадает. Не надо. Я выпил. Я говорю, у меня жена квас скрипший готовит. Так вот, больше не пей, что у меня своих пятниц хватает. Царство небесное, старец хорошим, да. Все, я один говорю. Патюшка, выпускай. Благодарим Тя, Христе, Божий наш, Яго насытил Есенат земных Твоих благ, Не лишит нас и небесная Твоего царствия, Но Яго посреди учеников Твоих пришел, Иси спаси мир, да я их. Прийди к нам и спаси нас. Слава Цыне, Сын и Святому Духу, Иди, пресны во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященниче Владыков благослови. Господи, Бог милый, питай нас от своих богатых даров, Своей благодатью и человеколюбием. Сигна ныне и пресны во веки веков, Аминь, сколайте деспота. Так, Владыка, я еще одного человека представлю. На минутку купаюсь. Владыка, вот с соседнего к деревне приехала, Это наш знакомый, Данский, Фермен. Сколько у тебя гектар? Шесть тысяч семьсот. Через мои поля едет. Поняли, да? Шесть тысяч семьсот. Посмотрите. А начинался скольки? Двадцать три гектара. Двадцать три гектара. Это, со временем, не воровать. Видимо, заработать. А сколько кукурузу подошли? Мороз. Мороз дала. Кукурузу самую неспелую взяли. Все равно, в Сибири плохо растут. Мы учимся выращивать кукурузу. Не успел. А все растут и море. А мы на форму, початки обмолотим. А початки-то есть наросли? Есть початки? Давай, я со мной все нарежу. Сварим вам. Я, говорит, сам не их тонн, зато друзья у меня хорошие. Друзья хорошие. И початки у них не ручь. За кукурузу взять. Спасибо. Господи, всем. Маски, за угощение. Спасибо, Господи. И их тоже. Так, ну что, с книгами приходить к вам? Обязательно приходите. Но слово дают. А мы что-то говорили, что Купов кому-то передали их. Но это было непременно. Нет, нет. Он это то, что я дал. Что он дал? Это две книги я давал. Да, а вот просто он говорит, что требует от меня. Я не слышал, чтобы вы хотели... Получить? Рецензию. Вы не ответили на эти книги, какие важные, рецензию какую-то дали бы? Книги хорошие. А, на эти, которые две книги батюшка-то подарил. Почему не ответили? Так, а я не слышал запросы от вас. Так, а зачем вопрос? Вы просчитали, вы бы поняли, что книг, каких нет у мировой литературы. А, теперь дошло. Они супер уникальны, полные. А мне не дошло сразу. Ну, теперь, теперь дошло. Теперь дошло. Спасибо. Вот так. Чтоб дошло, надо, как, ну, бучков. Варь, давай. Сейчас, сейчас. Сейчас. Давай, давай. Вот мой конец. Давай тебе, как он... У меня никогда ничего не... Ладно, мы сейчас пройдем по деревне и до лагеря. Да сейчас, конструкируйте. Ага. Нет. Кто-нибудь. 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 Ну, меня-то сел он тоже. Витя, на. Сладыка нас фотографирует. Где фотографии? Рядом, давай, принесем. Моим велосипедом. Вы закрыли. А, вот так вот. Батюшка, иди сюда рядом. А потом закрывай. Это моя колесница. Вот, какой до Лиссабона съездить. Да, вот до Лиссабона на него доедешь, нет? Ну, если бы нужно было, доехал. Пойдемте. По деревне надо посадить.